Приветствую вас. Смотрите, вы пишете о том, что любите девочку, что у вас есть к этой девочке сильные чувства, но она играет с вами в эмоциональные качели, и вы хотите ее бросить, забыть, потому что ситуация складывается весьма-весьма плохо для вас. А если вы хотите забыть девочку, но не можете это сделать, то в первую очередь нужно прекратить с ней всякое общение. То есть, знаете, если вы ее любите и постоянно ее видите, то что бы мы вам здесь не говорили, вы не сможете ее забыть, потому что вы все время будете ее наблюдать. И это будет невозможным для вас. Поэтому первое, это вам нужно от нее отдалиться. Если вы не можете признаться в том, что, ну, себе не можете признаться в том, что хотели бы завершить с ней отношения, или понимаете, что не сможете без нее жить, то скажите просто, что вы устали, и что вам нужно время, и, значит, как бы, просто скажите, что хотите сделать паузу. Это самый лучший вариант. Пауза. Далее. Во время этой паузы вы сможете бобыть без девочки. И, с одной стороны, вы сможете для себя определить, почему девочка так себя ведет, ну, то есть почему, грубо говоря, ваши отношения катятся под откос. У этого ведь есть какие-то причины. Не может же это происходить вот просто само по себе внезапно. Вот. У этого есть причины. Вот вам необходимо эти причины для себя увидеть. Открыть, увидеть, проанализировать, заметить и так далее. Далее, что важно. Определить свою ответственность в том, что происходит. То есть, насколько именно вы ответственны в ситуации, которая произошла. То есть ответственны ли вы, можете ли вы, именно вы можете ли что-то исправить, что-то изменить, сделать что-то как-то по-другому. Вот. Есть ли у вас возможность для этого. Хотите ли вы это. То есть, есть ли у вас мотив. Ну, вот. То есть, ситуация вот примерно такая. Это первое, что нужно сделать. Второе. Второе, это отделить свои желания от любви. То есть, грубо говоря, есть любовь. То есть, есть... Есть чувства. Есть желание сделать человека счастливым. Ну, или даже не счастливым, а просто желание что-то сделать для человека. А есть еще. То, чего вы хотите сами. Для себя. И вот свои желания нужно отделить от любви. Далее, конечно, нужно представить себе то, как вы будете чувствовать себя, если ваши желания будут удовлетворены. То есть, будете ли вы, например, хотеть с девочкой взаимодействовать или нет. Будет ли она вам нужна без ваших желаний или нет. Будет ли она вам ценна также без ваших желаний или нет. И если вы свои желания отделите от ее, и свои желания отделите от любви к ней, то у вас появится реальный шанс на то, чтобы быть в отношениях свободным. Я не знаю, что вы будете делать. То есть, выберите ли вы, например, уйти от нее. Или выберите вы быть с ней по-прежнему. Только, может быть, по-другому немного. Я имею в виду, что быть с ней, но более свободным, может быть, более таким, знаете, непринужденным. Это же вам решать. Это то, что решите вы сами для себя. Вот как решите, так и будет. Но я полагаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания.